Вот сейчас здесь несколько человек, вот здесь на заднюю дверь заходят, там 4 или 5 женщин, раз, два, вот третья, четвертая, пятая, шестая, даже чуть-чуть больше. Да, много людей. Вот, и последний, вот он заходит, вклечет там вот этот товарищ, причем сразу видно, он не оплачивает проезд, он так и будет стоять здесь всю дорогу, не оплатив проезд, ничего, вот он стоит. Вот подъезжает к остановке, впереди еще какой-то автобус там. Ну да, какой-то автобус. И вот просто смотрите, открываются двери, открываются двери, водитель начинает обелечивать, выходит вот там вот мужчина, вот, вышел, вот он вышел, уже сколько прошел и увидел, что там кто-то лежит. Он вернулся, он поднимает через среднюю дверь, видно. Водитель в это время обелечивает пассажиров. Никакой информации в салоне автобуса, что там кто-то упал или нет, по звуку это не слышно. Внимание водителя никто не обращает. Вот сейчас водитель должен тронуться, он только сейчас увидел, что там кто-то находится, вон там его товарищ и поднимает. В документе, значит, основное, что в течение поездки по требованию работника-перевозчику полномочия на осуществление проверки и подтверждение оплаты проезда, должен предоставить подтвержденную оплату, либо билет, либо, естественно, если по карточке, это через валидатор, и документы, подтверждающие право льготного проезда. При отказе данных пассажиров предъявить документ, либо оплатить проезд, согласно статье 21, указанное лицо может быть высажено с транспортного средства в ближайшем остановочном пункте с детьми в следующем месте с ними, за исключением пункта 28. Требование не распространяется на лицо не достигшей 16-летнего возраста, следующее без сопровождения взрослых. Согласно пункта 6, статье 20, пассажир обязан подтвердить факт оплаты своего проезда в перевозке детей в следующем месте с ними, с введением на территории Республики Крым системы осуд. Оплата осуществляется как наличным, так и безналичным расчетом. Факт оплаты безналичным расчетом производится через валидатор, подтверждается у контролера через прибор АЗУР. Я открываю валидатор, я уже закрыла смену, и кто доверяет, я вот так вот такими действиями, я прикладываю, кто-то телефон прикладывает, кто-то карточку, если не доверяют, они сами прикладывают, потому что там то у них деньги, то у меня руки в коронавирусе, то там еще в чем-то, в общем, кто на что гораст. Я одна, а их вот сколько со своими характерами, это целый день должна вот это все выдержать. Ну как, они уже нас знают, потому что не первый год, но есть вот такие вот стервозные люди, которым надо попить кровь, они, ну, начинают там возмущаться. Одна кричит, как вы мне надоели уже, я говорю, я вам надоела, я сейчас говорю, вам верну деньги, вы по какому, ну, за день, так вот, за 17 рублей, за 20 рублей, за сколько. Я сейчас вам верну деньги, вы, пожалуйста, я их всех отправляю, говорю, пользуйтесь частным транспортом, если вам не нравится по нашим правилам, правила наших перевозок. Я говорю, покажи, посмотрите на галочку, ты задрала уже со своей галочкой. Я говорю, слушайте, да вот, вот они заходят, пенсионеры, тук, и пошел, он не смотрит вот на это окошечко, прошла эта вот галочка. Я уже их, блин, как в детском саду дрессирую вот это вот, приложите, не приложите, подождите, чтобы после каждого другого, ну, следующую оплату, вот кто там заходит, надо подождать, чтобы окошко вернулось в первоначальную вот эту вот картинку. Потому что, когда прошла галочка и следующий тут же прикладывает, его оплата не проходит. Теперь, когда нам выдали вот эти коробки, теперь опять им не так, а кто ты, а что ты, они уже забыли, что я контролер, им принципиально надо, чтобы я показала удостоверение, оно у меня лежит. Мы вот, это сейчас у нас новый контролер, она вот эту повязку надела. А мы когда начинали, у нас вот это висит, а когда по полному автобусу идешь, там просто можно, ну, удавиться. Поэтому мы, как контролеры, по первому попросили, мы, пожалуйста, предъявили. Она сказала просто, что я была в социальной службе, не знаю, у кого она была, что она была в банке, она еще где-то была, и ей сказали, не вздумай нигде, тебя не имеют право, ты не должна прикладывать карточку. Я говорю, я контролер, я, вы должны мне, я пришла вот, я ей показала, она даже не стала смотреть мое удостоверение. Я говорю, вы мне должны показать, когда мы приходим к контролеру, вы должны нам показать, на каких основаниях вы находитесь в нашем автобусе. Правильно? То ли билет, то ли, ну, что вы, да, да, вот. Ну, я, короче, не знаю, что сегодня со мной случилось, вот это, почему я ее не обошла, но я ее не знаю, что я не обошла, потому что она на меня смотрела так высока, что я никто. Вот. А я хочу, чтобы нас хотя бы уважали, я ни с кем не ругаюсь. Я со всеми хожу, уважительно обращаюсь и все такое, но у меня же тоже есть, ну, терпение какое-то, я не знаю. Да, это трава здесь. Контролер выполняет свои обязанности, контролирует, чтобы не было, как говорится, бесплатного проезда, потому что мы ругаемся, что мы обвиняем водителей, чтобы они воровством занимаются, людям чеки не выдают, но, однако, мы МУП, у нас все прозрачно, мы отчеты пишем, отчеты сдаем налоговые, у нас нету скрытия, но, однако, когда контролер их проверяет, их умудряется не предоставить карточку, Азором не оплачивает, скандалят, обзывают. Было случай сегодня, например, взрослая женщина оскорбляла и унижала в автобусе, а есть постановление 24.02, не помню номер какой, из расчета, что контролер имеет право, который не оплачивая, кроме детей до 16 лет, они имеют право на следующий остановку высадить. Это есть постановление Республики Крым. Аршалусий Алексеевич, но ведь это женщины, они с ни единоборствами не занимаются, не имеют разряда никакого спортивного, как они будут высаживать таких пассажиров? Ну, как они будут высаживать? Ну, водителю говорят и фиксируют, я попросил, чтобы было видео и записи, чтобы к нам потом завтра претензий не было, почему? Потому что человек проезжает бесплатно, они имеют право, но, однако, есть постановление Республика Крым, федеральным законам, который они имеют право проезжать, но, однако, должны они карточку отбить, показывать, что от этого мы получаем субсидии, понимаете, за перевозку пассажиров, и получают, что такие же пассажиры ездят бесплатно. На этом основании мы же должны заработную плату платить, налог платить, восстанавливать транспорт. Тот же самый пенсионеров завтра на чем возить? Если каждый из нас не будет оплачивать, с уважением не относиться тот же самый контролер, тот же самый водитель, тот же самый техники транспортной сессии, которые их обслуживают, ну, завтра она встанет, понимаете, и город или администрация не в силах каждый раз помочь, деньги или Республика выделять, покупать каждый раз, понимаете, они свежие автомобили, 5 лет им, ну, в каком-то степени должны уважить, если раньше работало сейчас на маршруте, там, 7-8 машин, сегодня работают по 17-13 машин, понимаете, это для людей, и плюс количество 300 человек на предприятии, они должны заработку, зарплату получать и так далее, и тому подобное, понимаете. По случаю, когда пассажир выпал на остановке, вы говорили с водителем, я видела, вы объяснительные взяли с него, вы собираетесь его наказать? Ну, комиссия утвердит, как являюсь я председателем комиссии, как руководитель предприятий, но мы будем изучать эти все вопросы, есть, да, на рекаме водитель, есть к нему тоже вопросы, почему, потому что человек просит уехать, он не имеет права, он должен вызывать эти скорые, и немедленно вызывать руководство, и так далее, и тому подобное. Но есть еще на рекаме к пассажирам, когда пассажир не оплачивает, не трезвим выйдем заходят, понимаете, плюс есть постановление, когда они должны взять за поручень, держаться и так далее, и тому подобное. Есть такой пункт 5 и 7, но, однако, они за собой никак не смотрят, ну, не соблюдают правила, никакое. То есть пассажир, который выпал, он стоял спиной к двери, и когда дверь открылась, он и так же спиной и вышел, и подскользнул, что упал. Ну, получилось, что человек, выходя спиной, он не заметил, и получается, он зацепил, там есть подножка, видно, зацепил и выпал. Но, однако, потому что там народ, и сразу помогли, подняли и так далее, и тому подобное, но автобус не уехал, подождал, посмотрели, в каком состоянии. Ну, сегодня комиссия работает, наши внутренние безопасники, начальники эксплуатации, БДшник, который непосредственно, ну, мы эти дела не оставляем, что какие-то нарекания были, что-то мы недоработали.